Приветствую всех на канале Чичман, меня зовут Макс, мы продолжаем прохождение игры Captain of Industry. Сегодня мы займемся переработкой кварца и производством электроники. Поехали! Для начала, конечно, ребят, расскажу вам, что у меня здесь вообще происходит. Так, я добавил еще водички. Посмотрите, я вот здесь поставил две вышечки, здесь место рождения на 5000, ну не место рождения, а залежи воды. Я провел вот такую трубу на две бочки, то есть 370 единиц, ровно две бочки сюда влазят. Ну, не важно, мне надо было срочно, поэтому я как бы провел это дело по-быстренькому. Также у меня изучились все исследования. Все, что можно было исследовать, я исследовал, остается только ждать обновлений. Ядерная промышленность также исследовалась, но ей мы займемся уже в следующей серии. Сегодня нам нужен кварц и электроника. Для этого, ребят, мы устанавливаем сейчас на морском причале, на морском причале буферный бункер для кварца. Буду ставить на ближнем, чтобы машины могли подъехать. Так, кварц у меня уже есть на карте. Также я очень хорошо исследовал карту. У меня корабль, как вы можете заметить, уже максимального левела. Поэтому я не боюсь ничего, будем дальше потом исследовать. У меня есть рудник с кварцем. Также я нашел еще водозаборное сооружение. Также нашел урановый рудник. Его мы потом починим. В принципе, у меня уже материал на корабль загружен. Но я пока не буду чинить, потому что не знаю, что будет с единством. Когда добавляешь различные ресурсы с глобальной карты, сбор, ну то есть платформы вот эти, у тебя начинает падать единство почему-то. Потому что большая нехватка рабочих. Вот. В принципе, все. Да, ребят, еще хотел вам рассказать. У меня также появился бойлер электрический. Им я буду заменять потом наши угольные бойлеры, которые работают на угле. Но дело в том, что этот электрический бойлер работает. Для него нужны желтые запчасти. То есть вот эти запчасти белые, которые мы делаем, для него нужны желтые. Чтобы произвести желтые запчасти, они находятся, они производятся в станции техобслуживания второго уровня. Но для их производства нужна электроника. Поэтому пока что бойлеры у нас отлетают. Мы займемся ими немножко позже. Так, ну что, для начала смотрим, что нам надо для производства электроники. Для производства электроники нам надо аморфный кремний. Чтобы произвести аморфный кремний, нам надо расплав кремния. Чтобы произвести... А, и водород. Водород, в принципе, у нас... Во, валом. Чтобы произвести расплав кремния, конечно же, нам нужна дуговая печь второго уровня. Те печи, которые производят чугун и медь, я трогать не буду. Мы построим новую печь. Но также нам еще нужен графит, ребят. Графит, блин, производится там же, где и резина. Полимеризатор резины. Вот здесь производится графит. Сюда я уже пихать, ребят, ничего и не буду. Хоть этот завод по большей части простаивает. Потому что резина, в принципе, особо никуда не требуется. Только на конвейеры и производство автомобилей больших. Но все равно мы построим, наверное, новый. Энергии у нас достаточно. Также, кстати, я пробиваю вот здесь себе проездик. Вот сюда, чтобы здесь добраться еще до залежей угля. Уголь нам по-любому будет нужен. Вот так. Здесь будет проездик. Здесь поставим где-нибудь какие-нибудь... Хранилище. И будем их сюда загружать. Вот такие дела. Так, здесь у нас что-то копают. Не то. Здесь у нас копают. Конечно же. Вот это копать уже не надо. Тут одна земля. Ты что, не видишь, что ли? Что ты тут копаешь вообще? Тут нет никакой извести. Блин. Шьерт по бьеры. Вот. Сюда надо, да, копать. Копаем вот сюда. Вот сюда. Все. Далее. Какое далее? Начинаем. В общем, ребят, ставим сейчас для производства графита полимеризатор резины. Так. Здесь мы буферку с вами построили, да? Кварц еще не доставлен. Еще пока разгружают старое. Ну ладно, пока мы будем строить, его доставят, я думаю. Так, нам бы где-нибудь возле водички можно было построиться. Ладно. Ставим. Полимеризатор резины. Так. Вот. Здесь у нас будет производиться графит. Я не знаю, где мне эту стройку всю начать. Может, вот здесь уже? В принципе, в аду мы сможем хапнуть. Вот отсюда. Или где-то здесь уже начинать. Давайте, наверное, вот здесь, ребят, начнем. Здесь у нас будет водичка. Нам надо все тщательно проверить. Для графита нам нифига не нужно, только уголь. Уголь у нас есть. Далее. Для того, чтобы произвести расплав, нам нужна печь. Дуговая печь второго уровня, да? Доминная. Вот, дуговая печь второго уровня. Нам понадобится уголь, графит и вода. Да? А вот здесь без воды. С водой или без воды будем? Ну, в принципе, у нас вода там еще 5000 залежей. Давайте будем с водой. Но также, смотрите, если ставить дуговую печь второго уровня, она будет еще производить пар, с которого мы также будем делать воду. Так. Так. Ставим. Ставим дуговую печь второго левела. Вот на этой полянке, я думаю, мы расположимся. Уже все очень далеко заходит. Там уже места просто нет. Там что-то будем грейдить, апгрейдживать и все такое. Так. Здесь ставим так. Да? Полимеризатор резины. Полимеризатор резины. Вот здесь. Нет, вот здесь. Вот здесь. Ставим полимеризатор резины. Вот таким вот путем. Вот здесь. Так. Вот здесь. Вот так вот. Все. Вот так. Сделано. Отлично. Далее. Мы с вами ставим... Еще, наверное, нам надо один котел поставить для угля, ребятки. Вот здесь я еще буду копать уголек потом. Да, поставим, наверное, сюда. Котел для угля. Бункер. Ставим вот здесь. Под уголь. Чисто под уголь. Вот. Мы даже его прям в притык воткнем, да? В принципе, зачем нам? Хотя, может, еще понадобится. Не будем в притык. Вот так поставим. Конвейер второго уровня. Я уже строю. У нас запчастей красных более чем достаточно. Так, лента желоб второго уровня будет у нас подавать уголь. Так. Здесь у нас будет уголь. Блин, просто угля становится очень много. И также привяжем это дело, так как у нас здесь все справляются. Мы привяжем это дело вот к этому делу. Так. И заполнять будем ее не полностью. Ну, вот так вот где-то. Пусть вот так будет. Хорошо. Далее. Графит у нас будет поступать по желобу вот сюда, да? Так. Есть. Графит будет поступать сюда. Также подводим, ребят, водичку. Я не знаю, стоит ли ставить цистерну, блин. Ладно, подведем пока так. Подводить я буду в аду вот с этой трубы, которая очень большая. Так. Так. Вот так. Все. Все красиво. Есть. В аду подвели. Так, что еще нам сюда надо? Нам надо сюда кварц. Кварц нам привезут на машинах. Так. Из кварца мы будем получать также... Угу. Из кварца мы будем получать... А мы, в принципе, вот здесь можем бочку для кварца еще одну, да, поставить? Как думаете? Вот если мы таким способом поступим. В принципе, я думаю, будет неплохо. Потому что кварца будут привозить довольно-таки много. Здесь также ставим желоб второго уровня, да, для кварца. Вот так. Вот так. Вот так. Есть контакт. Здесь мы выбираем кварц. Есть. Сюда нам будут заполнять кварц. Так. У меня, наверное, машин нехватка. Не, простое много, но, блин. Они нужны мне. Потому что, если потом убираешь, добавляешь... Опа, смотрите, единство пошло в попу. Почему-то. Здесь пока все строится. Че у нас с единством? У меня опять проблемы с производством, походу. Да нет, все нормально. В принципе, магазины полные. А в чем дело? Где-то воды не хватает, что ли? Почему, смотрите, у меня здесь... Электричества хватает. Воды хватает. А, вот, смотрите, не успевают. Блин, машины мои вообще нифига просто. Надо, наверное, ребят, заказать еще машину. Закажем. Стоится она будет совсем фигню. Две машины я заказываю. В принципе, запчастей у нас хватает. Так, поехали дальше. Кварц, говнярц. Видите, не успевают машины у меня. Блин, нифига. А здесь ускорить можно? Мгновенная доставка. Так, все. Пошло изготовление первой машины. Пусть готовится. Че-то единство вот начало падать у меня резко. Вот в этот магазин некому подвезти даже, смотрите, товар. Поэтому хостовары, видите... Хотя у меня их тут более чем достаточно. Я не хочу строить конвейеры, потому что все эти хостовары уйдут. Хотя, в принципе, так и надо. Давайте так и сделаем. Вот так. Потому что сейчас начнет падать единство и будет не очень хорошо. Вот эти товары все равно, они, в принципе, для этого магазина и идут. 240, офигеть. Просто офигеть. Здесь чего нету. Дерево не успевает. Не успевают мои машины, ребят. И тут водичка у нас начинает кончаться. Ай, хоть бы успеть, блин, и все сделать, ебарцеты. Ну, что у нас тут? Стройка идет. Давайте пока есть единство, мы мгновенно здесь все построим. Иначе мы можем дождаться того, что мы нифига не успеем здесь. Что-нибудь случится у меня. Мгновенная доставка 4,5. Здесь у нас что? Мгновенная доставочка. Вроде все. А, вот еще один маленький конвейер. Так, ну повезли. Повезли. Все, повезли. Уголь нам отлично. Уголь пока вот здесь, как вы видите, есть. Вот здесь я делаю выезд. У меня здесь будет выезд. И мы потом начнем собирать вот этот уголь. Так что все будет у нас хорошо. Все будет хорошо. В аду давай. Да, дождик почаще. Что у нас по кварцу? Кварц привезли вообще? Завезли сегодня на склады? Да, есть кварц 180, ребят. Сейчас нам должны его перевезти будут. Я надеюсь. У меня столько машин простаивает. А где не все простаивают? Я не понимаю. Вот здесь одна простаивает. Так. Я не знаю. Ну так давайте сделаем. Пусть одна катается. А, вот здесь еще на песке две простаивают. Так. Одну минусуем. Все, вроде. Везде все ездят. Так. Да. Просимо. Кварца нам. Плиз. Сюда. А мы можем эту бочку привязать куда? Вот сюда. Нет, не можем. Нужно больше кварца, ребят. Так. Хорошо. Подождите. Мы сделали только расплав. Так. Нам же еще надо сделать сам этот, как его? Беду эту. Полимеризатор требует запчасти 2 на исходе. А что у нас запчасти 2 требует? Короче, ясно, ребят. Запчасти 2. Будем чинить за единство. Запчасти 2 нужны для работы вот этих заводов. Поэтому надо было настраивать сначала производство запчастей 2. Но у нас нет механизмов. Короче, какая-то система неправильная получается. Так. То есть, чтобы произвести микросхемы, нам нужны... Нужен вот этот аморфный кварц, да? Или как его? Аморфный кремний нам нужен, да? Но чтобы его произвести, нужны уже... Короче, нет. Что-то не то. Включаем рецепт. Уголь. Так. Пошел работать. Надо быстро все производить. Так, далее. Мы строим. Где у нас производится этот аморфный, блин, кремний? Так. Нам надо построить, ребят, синтезатор кремния. Синтезатор кремния мы строим вот сюда. Блин, не вывел, смотрите. Синтезатор кремния я, ребят, поставлю вот здесь. Так. Сюда мы подведем сейчас, вот отсюда вот. Пока на паузу жму, потому что запчасти 2, как вы видите, у меня уже на исходе. Сюда мы подведем водород, которого у нас куча-кучная. Берем водородик. Тупо выводим его. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Тут уже сам как хочет, пусть проезжает. Так. 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 Вот так, да? Есть. Также у нас будет, надо будет сделать отвод пара. Да, система, видите, какая? Чтобы произвести, блин. Так подождите, у нас будет что-то выходить? Здесь, да, будет. Чтобы произвести расплавленный этот, нужны запчасти. Но я не могу эти запчасти где-то взять, потому что у меня нет аморфного кремния. Короче, ерунда. Я вам сейчас все еще попробую объяснить. Или я что-то не понимаю. Так, лента второго уровня. Желоб второго уровня. Нет, подождите. Термоканал, по-моему. Выходит у нас вот сюда. Айо-йо. Так, и здесь мы ставим... Целую минуту он делает 4 кремния. Это надо 2, ребятки, ставить таких. Завода. А он тоже на желтых запчастях, интересно, работает. Ладно, пока пусть один стоит. Также нам нужен здесь бункер. А бункер мы поставим в эту сторону. Так. А, подождите. Вдруг мне еще здесь придется один завод ставить. Поэтому вот здесь поставим. Так. Здесь выведем так же. Что мы здесь выведем? Вот так вот. Вот так вот. А я что, не в ту сторону поставил, что ли? Ха-ха-ха. Да что за лоха? Ааа. Ясно, понятно. Нам нужен склад, ребятки. А я поставил не ту байду. Вот. Нам нужен склад на самом деле. Так. И здесь мы выбираем аморфный кремний. Так. И из этого аморфного кремния мы уже начнем производить запцацки. Но, для этого нам надо провести вот эти платы. Наверное, я также попробую щемануться вот сюда. И подвести сюда эти платы. Так. Хорошо. Нам, я думаю, в начале много запчастей не нужно будет. Поэтому я поставлю сейчас. Завод сразу со старта. Ну, нам еще сюда сталь надо будет. Ой, ребятки. Вот это да. Вот это террор какой-то я назову это. Здесь у нас будут производиться чисто запчасти. Нам даже здесь не надо... Никакие подъезд машинки. Хотя машинки должны подъезжать, чтобы... Короче, вот сюда ставлю пока. Так. Так. Здесь мы будем производить микросхемы. Подождите. Нам надо завод по производству микросхем. Я уже запутался, реально. Я просто уже запутался. Где наша электроника, так? Нам нужен что? Нам нужен вот, электрифицированный цех для начала. Который будет производить нам электронику. А потом уже из... А потом уже из электроники мы будем производить... Вот это да. Вот это дичь. Здесь мы с вами будем... Да. Здесь мы будем производить электронику. А из электроники мы будем производить уже запцацки. Вот. Тогда будет все работать. Так. Так. А из электроники мы производим запцацки. Вот так. Соединяем эту беду. Конечно же. Вот этой бедой. Раз. Два. Сталь. Нам сюда подвезут сами как-нибудь. Машинок мы вроде там подстроили. Соединяем также вот эту беду. Вот этой бедой. Ну конечно я бы еще на склад электронику делал. Но я потом за кадром, ребят, отведу. Так. Есть контакты. Да. Что мы еще с вами не подключили? Здесь графит у нас уже пошел производиться. Далее. Здесь мы выбираем... Нет. Мы потом запустим, когда у меня все достроится. Да. Как думаете? Так же будет лучше все-таки. Это мы всю беду сейчас останавливаем. И ждем окончания нашего строительства. Все готово, народ. Первый кварц сейчас уже поступит на склад. Не забывайте переключать, кстати... Так. А вот это почему? А почему бы нам сюда не погрузить, а? Вот так. Вот. Первый кварц, ребят, пошел. Забыл на складе включить отгрузку грузовиками. Есть первый кварц. Да. Так же у нас есть уголь уже. Давайте включать производство. Графита, который у нас сейчас полетит в наш завод. По производству. Кварца. Вернее, расплава кремния. Так. А, ребят, наверное, я еще не вывел-то. У нас еще будет шлак на этом заводе. Как раз таки. У нас будет шлак. У нас будет перегретый пар, который мы будем перерабатывать явно в воду. Так. Подождите секундочку. Не помню, что у нас перерабатывает перегретый пар в воду. Подождите. Запчасти 2 на исходе. Я понимаю. Подождите. Бассейн какой-то. Дробленовая урановая руда плюс кислота делает уран-концентрат. Офигеть. Это мы потом будем смотреть. Что у нас по воде? Точно помню, что что-то... А, крекинг-установка, да? Если я не ошибаюсь. Также градирня большая появилась. Смотрите. 48 пара, 40 воды делает. Построим? Блин, 200 надо этих. А сколько у нас завод производит пара? У нас, в принципе, завод производит немного пара. 4 пара в 20 секунд у нас будет. Так. И то не факт, что это будет всегда работать. Ладно. Ставим градирню обыкновенную, ребят. Пока что будет у нас такая система. Может быть, в будущем. Не может быть, а я что-то переделаю. Так. Ставлю вот здесь градирню. И отсюда просто выведу трубу в ту сторону. Так. Опять-таки, все у нас не достроится на самом деле. И я не могу теперь вывести трубу. Really? А, вот еще что у нас не достроилось. Мгновенная доставочка. Так. Это у нас водородная труба, по-моему. Она у нас подводит водород. Да, ребят. Так, секундочку. Видите, как я думал, все построилось. Но на самом деле, нифига не все. Мгновенную доставку делаем. Отличненько. Так, водород у нас сейчас пойдет. Да, водородик пошел. Значит так. Градирня стоит. Здесь нам проблемка у меня образовалась. Вывести трубу. Вот, 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 вот. О! Пошла, пошла. Отлично. Отлично. Видите, иногда надо просто поймать пиксель. Так. И труба у нас пойдет, конечно же. Пошел работать, кстати, у нас завод. Вот в эту цистерну. Да, блин. Вот. Все. Отлично. Пошел работать у нас уже. А что, электричества нет? Что, воды нет, что ли? Вот, все. Видите, что-то пошло не так. Вода есть. А почему электричества нет? Четыре тысячи мегаватт? Это откуда такие цифры? У нас нехватка жесткой электроэнергии теперь, ребят. Я пока все останавливаю, потому что вот этот завод потребляет два мегаватта. Как я мог не заметить? Я вообще не смотрю на электроэнергию, ребят. Вот в чем вопрос. Этот завод потребляет просто два мегаватта. Офигеть. А третий потянет, интересно? Вот эта вот фигня вся. Просто можно офигеть. Я, если честно, в шоке. А вот это что у меня тут такое происходит? А, понятно все. Смотрите, как у меня подключена офигенно просто нефть. Вот просто изи подключения, посмотрите. Просто топ. Напишите, пожалуйста, что-нибудь в комментарии. Вот это я понимаю, подключил нефтянку, да? Просто топчик, я вам говорю. Это, это, это грустно или весело? Нет, ребят, это печально на самом деле. Это очень печально. О, господи, блин. Ну вот такие вот. Я не знаю, третий сюда пойдет. Мы сейчас вот здесь переделаем трубу немного. Как мы ее переделаем? Типа, это заправочная труба у нас, которая заправляет наш... Просто два. Офигеть. Я не ожидал, что нас только жрет, ребят. Просто не ожидал, реально. Это жесть. Два просто сжирает мегаватта. Офигеть. Это, получается, один вот этот буйвол надо на один завод. Вы прикиньте, если улучшить этих два завода, сколько электричества надо. Просто офигеть. Я не ожидал, ребят. Прошу понять, простить. Сейчас я попробую третий сюда подключить, но что-то я не уверен, что потянет. Вот так бывает. Моя невнимательность, как обычно. Я вообще забыл про электроэнергию. Смотрю, два мегаватта. Заводы ставишь, там вообще мизер забирать начинает. А тут, на-ка тебе, парнишка. Захотел. Это что? Это у нас заправочная труба. Я ее хотел переделать вот таким способом. Так, хорошо. Давайте я попробую поставить еще один дженерейтер. Но, блин, спасет ли меня это? Я не знаю, потянет он или нет. Но давайте попробуем. Давайте попробуем третий втащить. Если потянет, то это меня спасет. Если нет, то... Ах и увы. Ускоренная доставка. Все. Давайте, сейчас посмотрим. Видите, он этот не в полную работает. Ну, как только мы включаем завод... Вы видели сразу 4 мегаватта? Ладно, смотрим. Смотрим и экспериментируем. Тройка пошла. Водичка. Наконец-то у нас... Немножко наполняются наши... Руднички. Но, на самом деле, бывают очень долгие засухи. И очень фиговенько. Дожди часто не идут. Но с водой надо однозначно что-то делать. Есть... В производстве воды, в исследованиях, есть такая установка изичная. Которая, я вам сейчас скажу, как называется. Вот. Мембранный опреснитель. Он... Нет, это не то. Да, мембранный опреснитель просто из морской воды делает обычную. Но он еще не доступен, к сожалению. Вот так. И даже в рецептах водных есть такая штука, как... Мембранный опреснитель. Это самый, я думаю, язычный способ производства водички. Вот он. Но он недоступен еще. Каминг-сан. Тан-цан и тан-цан. Ну что, вроде должно вытаскивать. Сейчас попробуем. Запускаем. Так, завод пошел. Сколько он потребляет? Ну, в принципе, 2.36. Смотрите, у нас 6 мегаватт. Я просто не знаю, раскрутит ли тот третий генератор. Так, вот у нас первый графит уже готов. Здесь у нас также уже пошло производство. И я еще, ребятки, не вывел шлак. Я не вывел никуда шлак. И не вывел, блин, с этими косячками. Я не вывел также выхлоп. Так. И шлак нам надо отводить. Только куда его отводить-то? Сейчас я здесь поставлю бункер. А! Все так близко, блин. Ну ладно, пока у нас это дело работает. В принципе. Смотрите, градирня заработала. 5 воды, на. Все отлично работает пока что. Так, нестенная платформа, запчасти 2, она исходит. Да, я понимаю, нам придется вот это чинить, ребят, за денежку. Так, включаем у нас вот эту установочку. Все, вроде вытаскивают. Давайте посмотрим, третий генератор крутит. Нет, пока два оттащат. Да, третий немножко подкручивает. Но, в принципе, эти два маховика вытаскивают три генератора. Это довольно-таки неплохо, я бы сказал. И вот это тоже на запчастях желтых работает, нет? Нет. Смотрите, урановые таблетки. Так, пошли первые наши аморфные штучки. Аморфный кремний, да? Из кварца. Очень долго делается, на самом деле. Очень долго производится. Блин, отрисовки вообще красивые, согласитесь. Все так классно проточено, как работают заводики. А вот и, кстати, вывозят, наверное, шлаки, челик. Ну что там? А, электричества не хватает. Что, все-таки не крутит? Маховики притупило чего-то, ребят. Маховики притупило. А почему их притупило? Не вытаскивают, что ли? Воды, воды хватает. Угля хватает. Нет, наверное, ребят, все-таки слабенько. Слабовато это дело. Я вот этот заводик пока остановлю. В принципе, первые запчасти мы увидим сейчас с вами. Аморфный кремний, да? Вот. В каких-то коробочках он поставляется. Четыре штучки, это очень мало. Так, здесь пошло на завод для запчастей у нас. Здесь у нас сейчас производятся микросхемы, да? Которые сразу пойдут вот в этот бедлам. Здесь у нас производятся микросхемы. Из пластмасса? Нет, пластмасс нам не нужен, да? Нет, пластмасс нам не нужен. Медь плюс вот это и плюс вот это. Получаем микросхемы, да? Все, видите, раскрутило опять турбины. Не вытаскивают они, видно. Надо все-таки мне менять систему. Но это я буду делать за кадром. Потому что, ну, никак. Ну, давайте еще раз запустим. Еще раз запустим, посмотрим. Маховики-то раскручены хорошо, да? Почему они остановились? Может, здесь где-то сбой с какой-то поставкой был? По сути, ребят, да. Где-то какой-то сбой в чем-то был. Хотя воды у меня достаточно. Может, не успевают котлы генерировать пар? Вот в чем вопрос. Может быть и такое, ребят. Не успевают котлы генерировать пар. Это очень нехорошо. Хотя вот сейчас все работает. Непонятное явление на самом деле. Для этого производства нам нужны микросхемы, медь и... Так, это у нас есть. Аморфный кремний у нас зашел. Осталось, чтобы подвезли медь. Вот, везут нам медь. Так. И осталось, чтобы нам подвезли платы. Я просто не знаю. Может, мне платы вывезти, попробовать. Вот, везут платы. Да, 20 плат. Ну вот, работает, видите, вроде... А, завод стоит. Расплаву некуда деваться. Это хорошо. Это хорошо, пусть постоит. И у нас пошли производиться первые наши микросхемы. Которые у нас пойдут. Вот сюда нам надо подвезти, кстати, сталь еще будет. Блин, дофига, конечно, всего подводов различных. Надо больше машин, мне кажется. Нужно больше машин, ребят. Хочу посмотреть, как выглядят микросхемы. Вот они пошли. Так, и здесь сейчас мы врубаем завод вот таким вот образом. Вот, смотрите, включился этот завод работать. Смотрите, сейчас сразу энергия. Хиракс. На 4 мегаватт. Ну, пока что тащит, вроде. Ну и все. Здесь подводят сталь, и больше мы ничего не увидим. Здесь только запчасти производятся, ребят. Вот и все. Вроде как работает, но интересно, я еще понаблюдаю вот за этим делом. Потому что, ну, что-то как-то... Смотрите. Уходит. Перестают работать. Почему вот этот не работает? Угля нехватка. Почему нехватка угля? Да, ребят, нехваточка угля у меня. Почему-то. Почему вот эти машины... А, все, построили. Мне надо зону отгрузки. Это мой косяк, ребят. Я не сделал зону отгрузки. Пусть тут пока отгружают. Все. Вот. Машины стоят, не везут уголь. И зона отгрузки, как вы видите, у меня вот здесь построилась. Теперь мы ставим здесь сбор уголька. Вот на таком же уровне. Вот. Убираем вот эту часть. Посмотрите, сколько тут угля. Просто не меря, но... Да все, уже вон туда и заезжай. Куда поехал? Вот здесь угля еще достаточно пока что. Потом и здесь что-нибудь придумаем, конечно же. И вот здесь у меня уголек пошел. Забыл про зону отгрузки. Кварц привезли, кстати. Отличненько. Запчасти 2 на исходе. А что у нас здесь? Да. Готовится запчасти. Хотя, в принципе, смотрите, у нас запчасти потребляются не так прям уже и круто. Потому что у нас один завод, в принципе, на них работает. Вот и все. И здесь мы можем еще поставить с вами складик. Просто для отброса сюда микросхем для других нужд. Мы на 2 разделим. Я не буду ставить переходники. Мне как раз на 2 здесь у нас нормально будет. Ну, все работает вроде. Вроде, ребят, все работает. Все, пошел уголь. Все сейчас будет хорошо. Сейчас раскрутятся маховики и все будет хорошо. Поставки с углем, видите? У меня косячок произошел. Потому что зона отгрузки. Здесь выгрузка закончилась. И зону отгрузки я не обозначил. И они просто затупили. Я не знаю. Может мне где-то еще какую-то зону отгружать. Сюда уже никто не проедет. Поэтому я вот здесь буду засыпать, ребята. Вот эту вот точку я буду сейчас засыпать. Я придумал. Вот эту систему мы будем сейчас выравнивать с вами. Вот здесь, кстати, можно еще сделать подъемчик. Так. Ну и все, в принципе. Что там? Запчасти один на исходе. А, электроэнергии, ребят, не было. Поэтому вот эти заводы стояли. Ну что, еще войнушку на карте сыграем с вами. Вот сюда поехали. В бой. Так, тут один корабль. Неинтересно. Нам надо больше пиратов. И тут один. 470-400. Поехали сюда. Посмотрим, что здесь за топовики. Топовики. И вот сейчас, когда мы можем, когда мы производим микросхемы плюс, вернее, электрооборудование плюс детали, мы уже можем менять бойлеры. Это хорошо. Но вот здесь все равно, вот за этим, за этой системой я еще буду в любом случае наблюдать. Ну, потому что вы сами понимаете, у меня такая стройка себе. Но все же у меня все работает. Как вы можете заметить. Хоть у меня тут такой беспредел, но у меня все, ребят, работает. Кстати, у нас уже недостаточек рабочих. Нам бы чуть-чуть добавить рабочих. Вот так вот. Здесь у нас все отлично производится. У нас есть все, кроме бытовой электроники. Кстати, давайте посмотрим, что насчет бытовой электроники. Бытовая электроника производится из микросхемы пластмасс. Ну, в принципе, можно это организовать. Также через этот цех. Также через этот цех. Знаете, вот через этот цех мы организуем. У нас вот здесь стоит цех, который производит у нас пластмасс. А, микросхемы. Мы также можем поставить... Смотрите. Мы также можем поставить производство микросхем. Обычных, да? Вот так. Сюда нам будут подавать аморфный кремний. И иногда будет делаться электроника. Какой вам такой вариант? Я его даже не знаю. Так. Ну, вот здесь опять-таки надо переделываться. Не пойдет. Нет. Не пойдет. Такая система, ребят. Я передумал. Ставим тогда... Что мы тогда ставим, ребятки? Я не знаю. Можно здесь же цех поставить. Видите? Радиооборудование. Нам надо для людей. Тогда у нас будет больше единства еще. Хотя куда нам уже больше? Вот тут я даже, если честно, в замешательстве. Как лучше сделать? Если сюда подвезут пластмасс. Будет ли он делать... Так опять-таки выход будет. Короче, для радиодетали, ребят, нам надо обязательно... Ну, в любом случае нам надо еще один цех. Электричества у нас вроде как достаточно. Мы поставим еще один цех, чтобы производить радиодетали первые. Так, что там у нас? А, локация исследована. Поставим вот здесь еще такой рядышком цех. Да, у меня тут немножко изменено. Не то, что мы строили видео, да. А я вначале строил. У меня, в принципе, система вся точно такая. Но флора полно. У нас всего полно просто. Так. Главное, чтобы нам этих плат хватало... Подождите. Ой, подождите. Я запутался. Нам нужны эти платы куда? Что мы с этих плат делаем? С этих плат мы ни хрена не делаем. Мы просто увеличили с этих плат производство... Да, производство электроники. Правильно? А электроника нам нужна для производства радио. И пластмасс также нужно. Так вот. Вот в чем дело. Вот этот пластмасс, который здесь простаивает, мы выведем еще в один цех. Зачем я так его поставил? Потому что я дурень. Дурачок, дурачок. Ну что я сделаю? Просто башка кипит. Вот. О, смотрите, какой крейсер против нас. Ну мы его сейчас развалим. Просто на изи. Просто на изи сюда иди. Да, мощный аппарат. У нас хоть и меньше кораблик. Ну извини, бро. Ты получаешь. По щам. Боба. 48 микросхем. В принципе, электроники. В принципе, неплохо, я вам скажу. О, а тут разведать нельзя. Слишком далеко. Горючего не хватит. Хорошо, тогда возвращаем наш корабль в родную гавань. Так, вот этот цех здесь я просто поставлю рядышком. Поставим его рядышком. Сюда мы будем поставочку пластмасс делать, да? Так. Сюда выведем пластмасс. Я не знаю, разделять буду. Буду разделять на два конвейера. Потому что если все будет куда-то уходить, где-то чего-то будет не хватать. Поэтому, ребят, я просто буду разделять. Раз. Раз. Так. Здесь у нас будет производство радио. Микросхемы нам поставят, ребят, уже сами. Машины. Я построю еще машин обязательно. Так. Вот так. Это четко и красиво. Здесь я также два угольных бункера поставил. Не знаю для чего. Просто, короче, поставил. Пусть стоят. Вдруг, если где-то не будет угля, с этих бункеров будет идти уголь. Так, запасик небольшой. Так. И здесь у нас еще ленту надо вывести для радиодеталей. Все. И эти радиоприемнички мы будем поставлять уже нашим жителям. Но все равно этого будет мало, мне кажется. Ускоренное строительство. Все по ускоренным темпам. Так. Работает у нас здесь все? Все отлично, ребят. Все работает. Все пашет, как я говорил когда-то. Водорода, видите, очень мало водорода надо для производства, на самом деле. Один водородика всего лишь. Плава достаточно. Все-таки, ребят, наверное, надо ставить второй завод. Вот такой. Сколько у нас? 30 киловатт потребляет. В принципе, изи. Western busy. Ставим второй заводик. Вот здесь. Эх, падла, а. Я его подключить не смогу потом. Так. Мгновенная доставочка. Также ставим сразу здесь желоб. Так. Мгновенную доставочку делаем. И также выводим это все дельце. Вот сюда. Вот и все, в принципе. Время маловато, да. Мгновенная доставочка. А, водород, ребят. Водород же я не подвел. А что это такое? Вот обязательно вот свой крутасов надо сделать. Ну вот, в принципе, ребятки. На этом, я думаю, мы будем сейчас останавливаться. Сейчас все-таки еще все проверим. Если вам интересно, кто может посмотреть, что я тут напроверяю. Сейчас, главное, вода у нас. Воды у нас, в принципе, запасы еще. 1100, 1100. Здесь 1100. А здесь у нас уже, видите, засуха сейчас. Очень много. О, вот здесь у воды, конечно, больше всех. Самое много воды здесь. Все, ребятушки. У нас все отлично работает. Я прав? Кстати, что по радио у нас? Да, пошло производство первое приемничка в наших. Но они делаются практически полторы минуты. 20 штук. Долго очень. Очень долго, ребят. Всем, как всегда, спасибо огромнейшее за внимание. Не забывайте оставлять комментарий. Подписывайтесь на канал. Прожмите колокольчик. И до встречи в следующей серии. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!